итак друзья очень сложное движение снега навалило ужасно много много людей торчат в отбойниках короче да людей особенно на переднем приводе очень сильно заносит я про задний привод вообще молчу потому что я постоянно еду в заносе тут не надо никакой компрессор тут просто ты постоянно просто корректируешь машину рулем так вот что хочу сказать конечно же мой мерседес тоже не обошелся без определенных проблем потому что начало у меня сдувать колесо и вот я давно подумал о том чтобы взять себе какой-нибудь там или компрессор или ножной насос и все-таки я остановился конечно же на ножном насосе потому что парни мы спортивные а вот а вдруг поедем на бездорожье а вдруг там еще и аккумулятор сядет а вдруг еще там под куркой не будет работать и надо будет как-то колесо накачать там запаски не будет но как бы это все продумывал а потом когда попробовал покачать колесо блин ногой я понял что но нафиг эти механические штуки надо покупать нормальный компрессор потому что для того чтобы с нуля накачать колесо надо ногой нами на раз 150-200 поработать это так задолбливает просто жесть да и при том это произошло тогда когда навалило больше всего снега а до весны осталось буквально три дня и покупать новую покрышку естественно ну как бы смысла нету поэтому уже до езжу этот сезон по накачиваю короче куплю себе самый дешевый компрессор праздновать все-таки без него никуда но что друзья еще хотелось бы сказать что многие люди когда увидели мою фотку в инстаграме они сказали что за колхоз блять что за газельщина чё-то эти картонки суешь себе да в радиатор я вам хочу сказать что вот пошли вы потому что когда на улице холодно машина очень медленно прогревается у нас с вами старые двигатели они не могут как новые двигатели skoda или mercedes нового за полминуты прогреваться у нас двигатели старые поэтому когда минус 15 минус 16 приходится ехать буквально там 20 минут чтобы нормально прогрелась при том когда если вы долго едете машина остывает прямо в тот момент пока она едет то есть она остывает понимать примеру видно что 80 градусов да и стрелка чем быстрее вы едете она еще меньше падает то есть поэтому это незаменимая вещь вот я вас призываю что вы пользовались вы не стеснялись возьмите пользуйтесь вот этой картонка имеете ее у себя но опять же хочу сказать что вы машину не перекипятили потому что если вы не усмотрится за температура она даже в минус 15 может подняться как у меня чуть ли не до 110 градусов она поднялась вот но тем не менее машина быстрее прогревается меньше остывает но я определился так можно либо какой-то кусочек взять заклеить до для того чтобы был какой-то баланс или в моем случае я когда начинаю движение на машине вот я обычно не грею машину я еду сразу на маленьких оборотах значит что я делаю я просто эту картонку вставляю я на ней поездил смотрю машина прогрелась я останавливаюсь для меня не западло я поднимаю капот вынимаю картонку и еду дальше вот и все то есть она уже прогретой машине по для температуры типа минус 5 конечно же лучше всего от картонки может быть даже отказаться потому что машина и так хорошо прогревать но если у вас минус 15 минус 20 это для вас как говорится маст хэв поэтому друзья пользуйтесь и не слушайте никого потому что я раньше сам думал что это галима колхоз галима колхоз ездить в холодной машине чтобы тебя руки и ноги заболели чтобы ты сам заболел вот это галима колхоз нормальные пацаны пользуются картонки точно не пиздите